Семён Слепаков Но это не первый случай, когда должен сидеть один, а сидит в итоге другой. Семён, тут уже вступать надо. Вам не кажется, ребят, что вы как-то нерационально звезду используете? Не, ну вам-то откуда знать. У вас же не было в КВН фристайла со звездой. Ну да, мы сами талантливые были. Ну хотите, спойте какую-нибудь песню со своего альбома. Нет, я не хочу петь песню со своего альбома. Вот бы, конечно, Стасу Костюшкину вашу сознательность. Ну реально, ну, побринчите что-нибудь весёлое. Что значит побринчите? Это дорогой американский инструмент. Овейшн, он стоит 50 тысяч долларов. Ну я не первый раз так близко к штуковине за 50 тысяч долларов. Я МРТ четыре раза делал. Ну реально, не мешайте, мы выступаем. Вы реально тупые прям. Вот серьёзно, тупые. Вы понимаете, вы нерационально звезду используете. Кто воды без газа заказывал, прошу. Семён, значит, на гитаре играет, я вам воду выношу. А я, между прочим, камазякский пёс. О, вы в собаках разбираетесь, а посмотрите нашего дружка. Это что за покемон? Вы чё, другого урода нашли? В смысле, урода? Ну мы же договаривались, при нём его так не называть. Ребят, помните, я говорил, что мне не нравится, как вы меня используете? Так вот, меня всё устраивает. А меня не устраивает, меня не устраивает. Чё говоришь, мальчишка? А, ты только с Азаматом разговариваешь, для тебя тоже не звезда, блин. Мы не хотели вас расстраивать, вы просто не основные звёзды у нас во фристайле. Нормально, Семён, ты понял? Мы с тобой не основные звёзды. Давай, собирай гитару, уходим отсюда. За мной! Да нет, я теперь останусь, посмотрю, кто ж тут основная звезда, мне интересно уже. Ну чё уже скрывать, короче, вот. Это Михаил Стогненко, плохая компания. Ну давайте, помогайте нам с фристайлом, вы же обещали. Ну ладно, случай в баре. Эй, бармен, поставь мне 9 стопок текилы и дай соль. Серьёзно, синхробуфанада в 2017-м? Мя, чё ты не понял, а чё такого? Слушай, ну ты деньги-то как-то уверенней брал. Всё, ладно, другой номер, но мне нужно два стула. Ну я тебя поздравляю, неси их давай. В смысле, я понесу стулья? Ну а чё, мои проблемы что ли? Мы же договаривались, давай вывози. Ты почему вообще со мной так разговариваешь? Ну а чё мне всем рассказать, какие ты пакеты через нас в Красноярск постоянно перевозишь? Ой, да рассказывай. Выдумал какие-то два пакета. Правильно говорят, КВН не тот. Какой-то обморок меня стулья не заставлял таскать. А то мне делать больше нечего. Чё, вообще жёсткий? Вообще жёсткий. И про пакеты хотел рассказать? Представляешь. А чё, сейчас мою, вы нельзя в пакетах возить? Ну, видимо, нельзя. Каких-то пацанов своих позвал. Я сейчас тоже своих позову. Ваня! Это что за покемон? Я бы даже сказал, это что за хренотень? А чё с лицом-то? Это я его так. Вот прикиньте, что я с вами сейчас сделаю. Ты ещё нашу работу не видел. Денис, вернись на секундочку, пожалуйста. Это его так, Валерка. Ну, тут один-один. Всё, я могу идти? Ну, да. Дениса забери. Денис, пойдём к нашим. Стоять! За мной! С этим я чё делать буду? Да в багажник его, да и всё. А, в багажник не получится, братан, я без машины. Ребят, я на машине. Тут лесок один есть, 16 километров от МКАД. Там песни пишутся превосходные, и человека закопать можно. Капец, они отморозки. Чё это? Они звёзд во фристайле не понарастающе расставили. Ну, кстати, да. Ладно мы-то, Семён, но как они вас затащили сюда? Да я сам не понял. Этот пришёл ко мне в своём, я подумал, благотворительность. Ладно, говорю, давай сыграю в вашем детском КВН. Мямлил там стоял чё-то. Ну, кто мямлил, ты мямлил. Я не хочу, чтобы меня судил Алексей Кривилин. Что? Семён, а? Не надо марать гитару, но... Вот пусть профессионал разберётся. Конечно, сейчас всё решит грубая физическая сила. Эй, ё, это чё такое? Ну, а чё, ток вполне себе физическая сила, учи физику. Ты где это вообще взял, придурок? В магазине всё по 49. И где такой магазин? А там, где вы одеваетесь. Куда ты пошёл, я с тобой не договорюсь. Так, а чё, может, я просто им грудь покажу, что подстали? Алина, мы когда калейдовали, это не помогло. Чё ты... Чё ты все проблемы-то пытаешься этим решить? На чём я остановился? А, да. Ну ладно, бейте, жалко, конечно, что премьер-лигу так и не выиграл. Ребят, подождите, я сейчас действительно понял одну важную вещь. Вот мы все сейчас здесь стоим на сцене, и никто из нас действительно ни разу не выиграл премьер-лигу. Ну, кстати, да, мы в 2012 году дошли до финала, но чё-то не срослось. Да, мы в 2011-м прям мощь нашли, и как-то в финале не получилось. У меня вообще отличная отмазка, когда я играл, её в принципе не было. Ну, получается, сейчас на сцене 7 человек, которые так и не выигрывали премьер-лигу. Ну да, но здорово, что хотя бы у троих из нас ещё есть такая возможность. Так-то, спасибо. Пермь, ротенькая, здравствуй! Пермь, от тебя меня прет! Добрый вечер, здрасте. Мы немного неуверенная команда. Ну как, нас на самом деле 27 человек, но не постеснялись только мы втроём. У меня микрофон, я вообще самое оторваю. Ну, для тех, кто только что включил свои телеприёмники, я напомню, это КВН, юмор, премьер-лига. Не надо никакие деньги переводить смс-ками. Ну, сейчас будем показывать шутки. Для начала представимся. Вот это Егор. Он такой стеснительный, что живёт в тайне от родителей. Это Алина, и глядя на неё, можно подумать, что всё плохо. На самом деле, да. В школе Алину обзывали Алиной, потому что она больше никак себя не проявляла. Но у меня не очень яркая жизнь. Недавно гадалка взяла мою руку, чтобы предсказать будущее, и чё-то закемарила на ладошке. Мы не знали, как тут в зале со звуком, постеснялись спросить, поэтому взяли нашего звукотехника сразу с собой на сцену, он там посидит, поиграет. Но, как вы поняли, Миша Барт, однажды он досмотрел костёр до конца. Но там концовка немного предсказуема оказалась, он тупо замёрз. Так как мы не уверены, команда нам в университете человека дали для самоутверждения. Это что за покемон? Это Ваня. Ну, у всех же в школе был человек, над которым угорали там толстый, или длинный, или ушастый. Ну, Ваня, это прям комбо, прям, прям похожий сын всех этих троих. Но, несмотря на это, Ваня человек в тренде, у него прическа Дональда Трампа и тело Ждуна. От него скрывается военкомат, потому что, мало ли, что это такое вообще. Ну, и вообще, Ваня, показатель того, что крещение ещё ничего не гарантирует. Блин, как бы его прогнать? Ваня, там за кулисами бог красоту раздаёт. Да, Алина, это шутка. Да как шутка-то опять? Не смешно. Ну, вы не подумайте, у нас как бы и номера есть. Вот, например, пародия на Кадырова. Рамзан Кадыров проверяет, кто не поставил лайк в Инстаграме. Ну, там не прям пародия, я как бы... Не совсем похоже его снял, иногда даже в винокур проскальзывает. Но там правда смешно, я после игры текст могу распечатать, кому интересно. Но, несмотря на то, что мы неуверенная команда, у нас очень активная социальная позиция. Вот, когда была прямая линия с президентом, я тоже вопрос задавал. Специально для этого даже в Томск ездил. Вот, внимание на экран. Томск, у вас ещё один вопрос. Добрый день, Владимир Владимирович. Здравствуйте. Кстати, эфир премьер-лиги будет летом, но там у нас будет серьёзный конкурент. Ещё одна неуверенная команда будет участие в Кубке Конфедерации принимать. Ну, те ребята, в отличие от нас, в юморе давно. В семье один был и не думал, не гадал, Что батя вдруг захочет материнский капитал. Запахло сестрой. А, женщины, это не подземный переход, это КВН, мы так выступаем просто. Наконец-то. Чё случилось, Егор? Да утром колбасу ел, в зубах застряло, вот только сейчас вытащил. Вообще за нас в университете очень волнуется, поэтому приставили ещё к нам человека поуверенней. Лёша, это чё такое? Алина, это грудь. Короче... Ну, короче, это Денис, он по документам реквизит, чтобы он не зря выходил, покажем с ним номер. В фитнес-центре. Спину ровни, держи. Чё? Ну, я инструктор, мы же с вами репетировали. Ты инструктор? Ну да, я мастер спорта. По шахматам? Ну, я предпочитаю недоговаривать эту информацию. Да, инструктор, не хотел бы я иметь такое тело, как у тебя. Ну, вот видите, работает. Ну, скажи мне, инструктор, правильно я бицепс делаю? Да я никого не осуждаю, как бы делайте, как хотите. Может, ты мне ещё подскажешь, какой партнер мне взять? Этот или этот? Ну, я думаю, этот, там как бы огня больше нарисовано. Дизайнер же хотел этим что-то сказать. Ты какой-то бесполезный. Пойдём, я, может, на тебе удары поотрабатываю. Удары? Не, вы выберите один, я сознание быстренько потеряю и всё. Ты вообще хоть что-то можешь? Подстраховывать? Ну, давай, подстрахуй. Храни вас Господь! Чёрт! Ну, несмотря на то, что мы неуверенная команда, мы настроены на этот сезон, но вот прям очень решительно. Вот даже клином встанем сейчас. Отойди туда чуть-чуть, ты тоже. Ведь мы представляем Сибирский федеральный университет. Самый крупный вуз за Уралом, где учатся около 40 тысяч студентов. А самые весёлые мы. Если мы вылетим с премьер-лиги, то моя мама приедет сюда и будет разбираться, почему. Вам оно надо вообще? Также, пользуясь случаем, хотелось бы обратиться к моим одноклассникам, а именно к Маше Остовской. Чё видала овца, какого кренделя потеряла? Так-то, спасибо. Добрый вечер, здрасте. Мы немного неуверенная команда. С момента нашей прошлой игры прошло ровно 56 дней, 10 часов, 8 минут. Не проверяйте, я считал, время было, личной жизни особо нет. Но вообще, в одной четвёртой премьер-лиге чувствуем себя, как партия «Справедливая Россия» в Госдуме. Как бы, чё мы тут четвером можем сделать, пока непонятно. Но вообще, мы лица для Первого канала новые, не засвеченные. Мы проверяли, приводов, пусть говорят, вроде ни у кого не было. Вообще, я не уверен, что вы нас вот прям слушаете, каждую игру, поэтому представимся. Это Егор. Свои первые аплодисменты он получил по лицу. С тех пор полюбил сцену, как бы тут-то его никто не тронет. Это Алина, она такая скромная, что носит юбки не просто в пол, а прям в подвал. Ну а я, когда езжу в маршрутке, то стесняюсь попросить свою остановку и всегда езжу до конечки. Пару раз в автопарк, один раз мыл автобус, один раз даже вышел в рейс. Она сумасшедшая, но беззубая, вместо Саня как дела спросит. Миша Барт, от него так сильно пахнет костром, что когда он заходит в помещение, то срабатывает противопожарная сигнализация. Кстати, нам тут человека в университете дали для самоутверждения. Это Ваня, он живет в 2017 году, но использует для своего лица графику 2003 года. Акушерка, которая принимала Ваняные роды, уволилась с формулировкой «ну простите, чё». Кстати, я фотографию хотел показать. Ваня, и ты с этим дурацким приложением. Каким приложением? Ну, приложение, которое из мужского лица делает женское. Каким приложением? Я у сестры косметику взял, накрасился, сфотался. Ваня, ты дурак, иди отсюда. А чё, в полный рост смотреть не будете? Ваня, ты людей пощади, пойдем мне одному покажешь, у меня и так психика надломленная. А я тебя из-за него никогда раньше не замечал. А я тебя тоже. А ты всегда тут стоишь? Ну да. Может, после игры, когда освободимся, сходим куда-нибудь? Ну, сейчас-то мы капец заняты. А вы чё, мутите? Я просто между вами стою, мне это нафиг не надо каждый раз. Короче, нашел за кулисами энергетический напиток, сто рублей, и ты уверенный, дерзкий. А есть какие-нибудь побочные эффекты? Да не, только видно через одежду, как сердце бьется. И курточка моя, вот эта фигня еще появилась. Короче, кто там сегодня с нами играет? Сборная МВД. Минты нам не кинты, все. Тула. Вообще пряники. Руде. Это не тот Руде, не страшно. Сборная вузов Чечни. Прям чеченцы, да? Хорошие ребята. Не помогает это. Мы, походу, уже за второе место боремся, надо какие-то номера показывать. А так как мы представляем Сибирский федеральный университет, довольно крупный и богатый вуз, поэтому можем себе позволить показывать номера с действительно дорогим реквизитом. Стриптиз-клубе. А, женщина, я тут кутил недавно, что-то не подрасчитал. Можно мне 22 рубля обратно, мне на проезд не хватает? Ну, у вас же там предусмотрен какой-нибудь кармашек под мелочь. Я уже и так придумал, как с одной пересадкой ехать. Ну, правда, верните мелочь, как бы и себя подразгрузить, и карабкаться легче будет. Женщина в очередь. А, вы сюда. Блин, я запутался, а какая теперь из них моя? Сейчас, конечно, картинка такая, как будто два полицейских под сокращение попали и за место борются. А вы вот сейчас на пилоне прям по званиям, да? Ну, типа полковник и подполковник. Ребята, играйте номером, у меня кровь из носа, походу, пошла. Ну, и что хотелось бы сказать в конце. Мы, конечно, не уверенные люди, но не такие, как московский Спартак. Там как бы люди только с мыслями 16 лет собирались. Так-то, спасибо. Про нас больше нечего рассказывать, будем про другие команды. С кем мы там сегодня играем? Вятка, Нати, будем дружить семьями, сборная МВД. Сборная МВД? А им зачем КВН? Ну как, они хотят показать, что в России есть нормальные, адекватные сотрудники полиции. А на работе-то нельзя показывать? Ну, в смысле... Александр Васильевич, мы тут узнали, что вам очень понравилась одна песня. Хотя, судя по видео, у вас скорее выбора не было. Вообще, певица молодец, в отличие от Алексея Кривини из «Русской дороги», хоть как-то проявила себя в этой передаче. Слушайте, так а я теперь тоже хочу обняться с Александром Васильевичем. Подождите! Я теперь тоже хочу обняться с Александром Васильевичем. Да вы что, озверели, что ли? Вань, ты-то куда? Уйди, Алина, встань на место. Похоже, фристайл окончательно зашел тупик. Обычно в этой ситуации команды пытаются вывести на сцену звезд. Но мы каких смогли, тех нашли. Вы не переживайте, они регулярно на первом канале появляются. В общем, встречайте. Мужик с гонком из передачи «Что, где, когда». Но если вы не верите, это правда он. Вы еще обещали других звезд подтянуть. Но тогда встречайте, женщина с двумя шкатулками из «Поля чудес». Мужик с черным ящиком из «Что, где, когда». Мужик с черным ящиком из «Поля чудес». Константин Львович, мы ни на что не намекаем. Но судя по тому, сколько передач ведет Галкин, вы стараетесь экономить. А тут один ящик два человека выносят. Леша, а чего у женщины глаза такие грустные? Так у него зарплата 15 лет напрямую зависит от того, угадал человек, какой шкатулки деньги или нет. Ну их там еще много. Продолжаем. Женщина, которая пробует майонез в контрольной закупке. Парень, который открывает дверь участникам шоу «Голос». А мы не потеряемся на их фоне? Да нет, конечно. Разниматель драк из «Пусть говорят». Уважаемые компьютеры, кто хочет стать миллионером. Охлаждатель водочки из «Играй гармонь, любимая». И венчает эту вереницу звезд человек, которого максимально сложно было найти, Андрей Позняков. Если вы не знаете его по имени, то его каждый день день вечера по новостям показывают. Ну и вот один из примеров, как в регионах увеличивают темпы строительства. Ну и к чему мы вывели сюда всех этих людей? Просто, как сказал один человек, неважно какой ты яркий, запоминающийся и харизматичный, главное, что ты работаешь на благо всей команды. Егор Харламов. А кто такой Егор Харламов? Так-то, спасибо. Напомню, на прошлой игре произошло следующее. Нужен ли нам финал? Нужен. Потому что мы еще не все наряды Алины видели. Валдис, скоро Новый год, и заветные желания должны сбываться. Поэтому встречайте. Алина, это что такое? Мое новогоднее желание. Какое? Не раздеваться перед Пельшем. Ну ладно, раз вся команда в сборе, давайте сфотографируемся с Александром Васильевичем на фоне елки. Подождите, я тоже хочу. Упс. Серьезно, упс, Ваня. Хорошо, что хотя бы на Александра Васильевича не упало. Да чего хорошего, он же сейчас ругаться будет. Вань. Надо как-то решать вопрос. Да сейчас решим. О, Нагиев, вы же в елке 6 снимались. Это тут при чем? Просто напоминаю, что и такие люди ошибались. Что от меня-то ожидать? Вань, надо как-то елку убрать. Да ладно, что мы в марте уберем? Саш, заткни сейчас вообще не до шуток твоих. Блин, надо посоветоваться с человеком, кто был в такой ситуации. Кто мог уронить елку Александру Васильевичу? Точно, Сан Саныч, что делать? Ваня. Да ладно, сейчас же канун Нового года. Просто загадай желание и все. Придурок, ты зачем желание пельша загадал? Да че вы тупите? Поступите, как со всеми проблемными местами в России поступают. Как? Закройте баннеры. Каким еще баннер? Да хотя бы вот этим. Мужчина, вы вообще знаете, сколько реклама на первом канале стоит? Знаю, но находчивость в этом клубе веселых еще никто не отменял. Капец, они уже отсюда лес тащат. Добрый вечер, здрасте, так сказать, встречайте. Самая неуверенная команда на самом неуверенном курорте. Но многие скажут, что у неуверенной команды сегодня шансов нет. Ну не знаю, недавно одна неуверенная команда до четвертвенала Чемпионата мира по футболу дошла. Давайте знакомиться. Это Егор. Каждый месяц он сдает кровь, только потому что она ему же потом и пригодится. Это Алина, официальное лицо польского трикотажа. Но мы вообще как светлогорская полиция, нас тоже четверо, один с гитарой. Ну раз с гитарой, тогда пой. Ты на ровном месте ссору начала, несмотря, что мы в браке четырнадцать лет. Ты найдешь этот повод, которого нет. Но мы неуверенная команда, поэтому нам в Сибирском федеральном университете человека дали для самоутверждения. Это что за покемон? Это Ваня, он ненавидит море и любые другие отражающие поверхности. В школе он постоянно срывал уроки анатомии фразой «А у меня не так». Ваня, что в Светлогорске видел? Люди возмущаются. Цены же на бензин подняли. Так везде же возмущаются. Да не, сейчас даже поляки возмущаются. Даже для них дорого. Ну ладно, Вань, ты иди, мы выступаем. Я тоже выступаю. У меня есть музыкальный номер. Ну давайте посмотрим. Ну многие из вас ездили на Курскую косу, чтобы посмотреть на Танцующий лес. Собственно, встречайте Танцующий лес с ответным визитом. Но на экране сейчас не видео для красоты. Это Ванина энцефалограмма. Ваня сейчас борется не за Кевина, а с вестибулярным аппаратом. Возможно, кстати, из-за него пенсионный возраст подняли, потому что кто-то сказал, смотрите, как бодро бабушка двигается. Но если танец — это язык тела, то у Вани он говяжий. Но он реально не слышит. Там вся кровь к ногам ушла. А еще я в Красноярске школу танцев открываю. А вечером закрываешь, мы знаем, ты сторож. Все, давай, иди. Ребята, может, не будем выступать? Егор, а ты прям выступал. Вообще, фестиваль музыкальный, надо как-то петь. А я говорила, надо было в музыкальную школу ходить. Алина, нас в обычной-то школе били, ты еще в одну предлагала ходить. Ну, благо, есть Миша, поэтому пой. От края до края мы весь Светлогорск прошагали. Прошли все музеи и купили янтаря. Гуляли у моря, купили бальзам и шпроты. А дальше что делать? Выход только есть один. Засыпай. Восемь вечера, но засыпай. Ребят, я что-то волноваться начал. Мы же Ваню давно не видели, получается. Ребята, вы кто? Спасатели. А, да он не утонул, он всегда так выглядит. Задолбали! Третий раз в море зайти не могу! Ваня, ты что в море-то делал? Рыбачил. Плавать с открытым ртом – это не рыбалка? Да не, плавать я сейчас пойду, во, даже ласты надел. А, мы думали, ты просто разулся. Поуважительней со мной. Меня вообще-то восемь лет назад в красную книгу занесли. Вань, это паспорт, он у всех есть. Вот вы прикалываетесь надо мной. А я придумал, как сделать так, чтобы на стадион в Калининграде после чемпионата мира люди ходить начали. Ну и как? Ну это ж Калининград. Пусть похоронят там кого-нибудь. Давай, иди, наверное. Надо как-то вернуть выступление в музыкальное русло, поэтому, Миша, опять пой. Песня в райэкскурсии за 50 рублей. Тридцать людей ехали на экскурсию. Кто-то орёт, кто жену материт. Трецт только гид и водитель автобуса. А на заднем ряду зарождается жизнь. Ну мы вообще не очень общительные. Честно говоря, из развлечений предпочитаем в основном настольные игры. А сейчас мы на отдыхе. Поэтому самое время для викторины «Угадай я» в песнях Газманова. Поехали. Ну что ж, мы начинаем. Первое «Я». А я по жизни загулял. Верно. Следующее «Я». А я девушек люблю. Молодец. И то, что песню угадал тоже. Продолжаем. А я «Ясные дни». Неверно, Егор. Это «Ясные дни» момент с тройным комбо. Абсолютно верно, Алина, соберись. Сейчас сложный вопрос. Назови песню Олега Газманова «Где нет я». Это «Балтийский берег». Ну и чтобы проверить, послушаем всю песню целиком. Очень близко Алина, но нет. А на следующий раунд продолжите строчку. А я девушек. Ну это просто «люблю». Неверно, Егор. А я девушек. Я их вместе. Абсолютно верно. Егора сегодня просто не остановить. И у нас время финального раунда. Олег или Родион? Родион. Олег. Олег. А там дальше можно не продолжать, там дальше только Олег. Ну и в конце хотелось бы как-то лирично закончить. Ой, Леша, а можно тогда я скажу? Да, конечно. Дорогие друзья, вы знаете, хотелось бы сказать, на самом деле нас на сцене сейчас не четверо, а пятеро. Хоть бы она про ведущего. До предыдущего, Егор, расслабься. Так-то спасибо. Решили заняться рэпом, но а че это как с ветрянкой? Лучше в молодом возрасте переболеть. Потом сложнее будет, это и Киркоров подтвердит. Поэтому обратились за помощью к профессионалу, нашему земляку, рэперу Элвану. Внимание на экран. Вы же из Блэк Стар? Да. Мне бургеры и перчатки не забудьте. Да, Егор, это не тот Блэк Стар. В общем, помогите нам, вы же тоже из Красноярска. Окей, вам нужна черная стильная одежда. Так, этому линзы снять. Так он снял. Это он сейчас в линзах. Ну так че, посоветуйте че-нибудь. Возьмите модели и снимите клип в бассейне. И музыку повеселее сделайте. Не-не-не-не-не-не, вы меня не так поняли. Модели отдельно, вы отдельно. О, это получается как тогда. Как обычно. Да, точно. О, не уверены. О, о, уу. Дзынь, дзынь, цепи на шее. Их так много, все немеет. Быть таким крутым законно, я не знаю. Не уверен. В клубе стало горячее. Охлади меня в бассейне. Мне нужны вокруг красотки. Накобил им пару соток. Не уверены. Ну, татуировки сделайте на лице, как современные рэперы. А у вас почему нет? А у меня музыка нормальная. Дзынь, дзынь, цепи на шее. Их так много, все немеет. Быть таким крутым законно, я не знаю. Не уверен. В клубе стало горячее. Охлади меня в бассейне. Мне нужны вокруг красотки. Накобил им пару соток. Не уверен. Не верят. Чего вы взяли, что такие, как вы, возьмут в Блэкстар? Ну, вы же Крида взяли. Ребят, скажите честно, вы ко мне к первому обратились? Здрасте, а вы сниметесь у нас в клипе? Ага. Да пошли вы наху. Конечно. Вам сразу. Естественно. Клиперок, конечно. И пришли. Снимите тогда, как красотка сексуально моет машину. Не уверены. Кто не уверен? Не уверены. Не уверены. Я задолбалась. Там под порогами столько грязи. По-моему, у вас в рэпе ничего не получится. Вообще-то рэп для тупых. Ты вообще знаешь, что я рэпер? Конечно. Я люблю рэп. Короче, ничем я вам помочь не могу. Идите, найдите кого-нибудь другого. Ну, походу, правда мы его достали. Почему? Ну, человек из своей студии ушел. Ладно. Есть у меня один человечек. Я не уверены, ты не уверены. Он не уверены. Поживь мне взгляд потеряны. Стоп. Снято. Ребят, а ничего, что я в вашем клипе снимаюсь? И в жюри сижу? Да нет, Александр Васильевич сказал, что решит эту проблему. Это Ваня. И когда он родился в роддоме, в выписке, вместо роста и вес написали. Попробуйте, пожалуйста, еще раз. Хватит так шутить, а? Это не нравится моей девушке. Какой девушке? Серьезно, это твоя девушка? Ну, согласен, не прям вау. В смысле, не прям вау? Ну, лучше синица в руках, чем журавль в небе. Слышь, ты орнитолог, чем она тебя не устраивает? Ну, посуди сам, у нее нос сделан, губы сделаны, грудь сделана. Ваня, то, что у тебя все свое, у тебя вообще плюсы никакого не делают. Девушка, можно вопрос, а вот у вас зрение примерно минус все? Ну, хотя и плюсы есть, у вас будут прям обычные средние дети, по красоте прям в ноль выйдут. Хватит его обижать. Между прочим, мы скоро поженимся, и у нас будет официальный штамп в паспорте. Хорошо, что напомнили, вот Ванин паспорт. Можно ему штамп прям на лицо поставить как-то? Хватит, а! Хватит, а! Ладно, пойдем, роднуля, я найду себе другую команду. А, давай, иди, расу свою найди сначала. Полуфинал. Время удивлять, наверное, даже рисковать, поэтому миниатюра. Гитлер в сорок четвертом. Девушка, мне сорок четвертый маловат, можно сорок пятый, пожалуйста. Ну вот, Ваня, это больше похоже на твою вторую половинку. Вообще-то мы детективное агентство «Лунный свет». Да вы скорее детективное агентство на тот свет. Где ты его взял вообще? Ну мать пыталась скрыть его существование, но я же должен знать, кто мой отец. Я про пиджак. А, про пиджак. Вань, ну ты скоро, а? О, пришла. Как она меня задолбала. Я же тебе сказал, твой день 8 марта. Так, Иван, в чем дело? Мама, вы-то что выперлись, не видите? Я с вашей дочкой разговариваю. Ладно, пойдем, пойдем. Иван, послал бог семейку, где я так нагрешил вообще? Вот недавно появилась плохая новость для сборной России по футболу. Все стадионы достроили, мероприятие состоится. Правда, на него билетов не достать. А я уже вытянул свой счастливый билетик. И кто это? Моя девушка. Пусть она скажет. Да, я его девушка. И где вы познакомились? Дай угадаю, в темноте? Да там интереснее история. Это дочь маминой подруги с работы. Не, ну всем же мамой предлагали познакомиться. А я рискнул и оп, джекпот. А что она за тобой ездит? Да следит, чтоб я ей ни с кем не изменял. Вань, в твоем случае это можно делать дистанционно. Да кого она меня каждому столбу ревнует? Ну, кстати, да, единственное, с кем у него может получиться, это столб. Ребят, мне правда все время кажется, что он от меня ходит налево. Да вам не кажется, у него реально одна нога короче, другой. Ванечка, да не слушай ты их, ты у него самый лучший. Мне с тобой так повезло, так повезло. И мне с тобой так повезло. Я один вижу, что кому-то из них больше повезло. Вань, мы за Кивина боремся, а не за Оскар. Это что такое? Не важно. Важно, Вань, нам и так хватает международных скандалов. Ты объясни. Да что-то экзотики захотелось. Кому? Ей. А это что, типа, в Светлогорске весь загар на нее ушел? Саш, ты понимаешь, что это расизм? Не-не, я к женщинам нормально отношусь. Вань, ну, познакомь нас. Это Белла, она из Франции. Ну, это многое объясняет, у тебя же тело на круассан похоже. Ну и какие планы на жизнь? Возьмем квартиру в ипотеку. Вань, ее предки не для этого столько за свободу боролись, чтобы добровольно в рабство вступать. Ладно, некогда нам с вами. Нам нужно идти готовиться к танцевальному турниру санатория «Чайка». А какой там приз? Ранний выезд из санатория «Чайка». Летеська, 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 летеська. Вань. Вань. Че, опять колени повылетали? Ага, в этот раз прям жестко. Не пугаемся, сейчас объясню, что происходит. Дело в том, что этим летом Ваня женился и с тех пор все время ходит в приподнятом настроении. Это никакой не прикол. Вот кадры со свадьбы. Вот кадры, все документально подтверждено. Девчонки в зале, кусайте локти. Кстати, такой конкурс был на Ваниной свадьбе. Еще и дата красивая. 24-е, 08-е, 19. Вань, ну на твоем фоне любая дата красивая. Шутите, мне пофиг. На свадьбе у Вани на упаду танцевали. На свадьбе у Вани мы ее так долго ждали. На свадьбе у Вани все невесту обнимали. На свадьбе у Вани гость ели все руками. Кстати, свидетели на этой свадьбе проходили по программе защиты свидетелей. Голуби из рук жениха улетали в воздух немножечко побыстрее. На этой свадьбе никто не дарил постельное белье, но потому что мало кто верил, что оно пригодится. Кстати, букет с Вани на свадьбу девушки до сих пор перебрасывают. Зато штамп в паспорте никто не отнимет. Ну да, с такой фотографией на первой странице до штампа могут и не долистать. А еще мы обвенчались. Шах и мат, атеисты! Танцуем! На свадьбе у Вани все на утро, как в тумане. На свадьбе у Вани алкоголем запивали. Капец, сначала свадьба Собчак, потом Ваня женился, превратили институт семьи в ПТУ. Алин, да погоди, Ваня, а где сама невеста? Вы че, есть же традиция, невеста не должна видеть жениха еще три месяца после свадьбы. Так нет такой традиции. Смысл ей выдумывать? Кстати, все, всех приглашаю на второй день свадьбы. Так свадьба была месяц назад. Да, но я-то еще не ложился. Вань, как брачная ночь? Я че, дурак ее сразу тратить? Я приберегу, котелок-то варит. Вань, ты же в курсе, что это же можно много раз повторять? Че? Это же можно много раз повторять. Ехо! На свадьбе у Вани все медали выдавали. На свадьбе у Вани мастерил за этажами. На свадьбе у Вани иногда и свет включали. На свадьбе у Вани все красились с временами. Александр Васильевич, вы женат и я женат. Теперь можем время вместе проводить. Вань, но он же не поэтому с тобой время не проводил. Кстати, вот первый кусочек торта. Мне за него предлагали 50 тысяч. Я говорю, не нужно это для Александра Васильевича. Спасибо большое, но я как-то к сладкому. Ну тогда деньги гоните. Вань. Да я угораю, просто настроение хорошее. На свадьбе у Вани караваник звук сломали. На свадьбе у Вани на ютуб все попадали. Дорогие друзья, и что хотелось бы сказать? Да не беги, не беги, я поздравить. Ну я же тоже сейчас, ну как получается, часть команды, да? Ну на свадьбе не получилось поприсутствовать по понятным причинам. Вы ж не позвали. Но подарок я подарить хотел бы. Да не надо. Да ну я что, совсем больной? Нет, конверт. Конверт для молодой семьи. Держи. Сертификат на двух коней. Теперь это твоя проблема. Дорогие друзья, и все-таки, что хочется сказать в конце? Никогда не сдавайтесь, идите к своей цели и верьте в себя. Никто не верил, что я смогу найти себе вторую половинку, особенно после первого неудачного брака. Подожди, чего? Ну да, так бывает, не сошлись характерами. Еще эти систематические измены с моей стороны. Измены? Систематические. С его стороны. Ну да, да, а я о чем? Если у меня все получилось, то у этих доходяг сегодня точно все получится. Так-то, с любовью. В качестве знакомого сюжета мы взяли роман «Преступление и наказание». Как бы единственное, что нам подходит, там тоже человек всю книгу сомневался. Поэтому я буду раскольников, Алина будет бабка-проценщица, Егор пока дочитывает. Ну что ж, перенесемся в девятнадцатый век, когда молодые люди бабушек убивали, они женились на них. Ну сейчас будет Рубилова, вот топор, я настраиваюсь. Ну поехали, «Преступление и наказание» где-то в квартире Алины-проценщицы. Тварья дрожащая, кстати, раньше так называлась наша команда. Тварья дрожащая или «Право имею». Ты кто? Соц-опрос, устраивают ли вас ваши пенсии? А почему с топором? А нам нужны только правильные ответы. А что, бабушка, отвернитесь? Сюрприз какой-то, глаза мне закроешь. Ну потом-то да. Слушай, раскольников, опять ты? Целый месяц меня убивать ходишь. Ты хоть заходи, покушай. Блин, да как вы это делаете постоянно? Ну давайте. Заходит Соня Мармеладова. Родион, любимый, ты скоро? О, Родион, а ты чего с ней встречаешься? Она же проститутка. Слушайте, если прям к таким мелочам в девушке цепляться, то можно вообще всю жизнь одному провести. Заходит пристав следственных дел Порфирий Петрович. О, и гордо читал. Привет, старуха-проценщица. Привет, раскольников. Привет, Соня, я за тобой, пойдем. А вы по работе? Да. А по чьей? А, да по моей она, свидетель. А, ну тогда нормально. Бабушка, а что, вы одна живете? Нет, конечно. Прохор, иди поздоровайся, у нас тут гости. Да-да, дорогая, уже иду. Возвращаю корону. Везду, иди поздоровайся, у нас тут гостей. Ну хоть где-то одежда Прохора Шаляпина соответствует времени. Ой, ладно, вы тут пока болтайте, я вам чаю налью. Ну что ты, растерялся, давай уже возьми топор, рубани ты ей как следует. Два месяца ходишь вокруг да около. Мужчина, а вам-то какая разница? Большая разница, большая трехкомнатная разница. О чем болтаете? Да так, ни о чем мелочи, погода что-то испортилась. Ой, не говори, у меня сегодня голова раскалывается. Надо идти доколоть. Мужчина, ну можно же себя как-то иначе в этой жизни проявить, ну там, книгу написать или песню. Какую песню? Я тебе что, певец? Хотя да, я ж певец точно. Мне кажется, я понял, в чем проблема. Просто Алина слишком милая бабушка, ее не хочется убивать. Ваня, иди сюда. А что это я, бабушка? И почему преступление и наказание? Много же разных произведений есть. Ой, Ваня, как будто ты читаешь. Читаю. У меня даже электронная книга есть. Вань, то, что Библия в твоих руках током бьется, это не значит, что она электронная. Чё-то не получилось никого убить, но надо тогда хотя бы поблагодарить Прохора Шаляпина за помощь. Прохор, спасибо большое. Вот вам цветы, которые вы с собой привезли. Ну и спойте тогда в конце какую-нибудь свою известную песню. У меня очень много хитов. Какую спеть? Проказница. Мы не такие. Ну, наверное, Проказница. Она по ощущениям как будто известнее. Там и звонкая зэ есть, поэтому давайте всем залом послушаем этот хит впервые. С удовольствием спою для вас. Ладно, Прохор, спасибо. В смысле, за что? Да убивать снова захотелось. Твари отражащие или право имею, сейчас возьму себя в руки, пойду и убью эту бабку. Вот, спасибо, Родион. Опять мне дров наколол. Ну что, завтра во сколько ждать? Ну так же, в шесть. Почему не уходишь? Надо объяснить. Почему мы показали такой знакомый сюжет? Вот видите, как неуверенность может сохранить жизнь. Правда, она и новых не дает, но это уже другая история. Так-то, спасибо. Мужик только в аэропорту понял, что не купил магнитик из Светлогорска. Мужик, который несколько лет являлся постоянным клиентом магазина «Польская мода», приехал в Польшу убедиться, что там действительно такая мода. Это Польша? Что, район какой-то неблагополучный? А это, мужики, по чесноку, скажите, ну не слишком модно выгляжу. Не подумать, что я, ну, из этих. Из каких? Из дебилов, которые в магазине «Польская мода» одеваются. Мама, я танцую, подношу, подсую. Папа, не ж ты дома, я обужаенна. Мама, я танцую, подношу, подсую. Ограбление в янтарной лавке. Мама, я танцую, подношу, подсую. Ну, как видите, мы все увереннее и увереннее. Даже осмелились написать несколько новых проектов для Первого канала. Константин Львович, мы их сейчас с флешки вам на компьютер скинем. Че звали? Вань, да это не тебя. Это, Леш, тут все зависло. Как неловко получилось. Но благо у нас Саша системным администратором работает. Он сейчас на раз-два все починит. Константин Львович, я понимаю, вы эту фразу ни разу не слышали, но уступите место. Ну, конечно, вкладок тут понаоткрывали. Саш, ты поаккуратней с кнопками. Ноутбук в театре Российской Армии, мало ли ничего, запустить может. Ну, погуляйте, пока я тут надолго. Саша, мы сейчас все погуляем, если ты тут надолго. Папка проекта для Пельша жизненно необходима. Ну, для Пельша жизненно необходима. У вас тут хрусталев в скайпе вызывает. Здравствуйте, Константин Львович. Не доделал еще. Двенадцать дней, коту под хвост. Егор, ты сейчас о чем? Да меня прям перед финалом девушка бросила. Алина, пойдем отомстим. Я не буду с тобой спать. Да не спать, просто наваляем ей. Ты ведь жилистая. Ребят, давайте как-то поглобальней. Мы уже год на первом канале, надо о повышении задумываться. Вот Андрей Малахов ушел, и пусть говорят, я решил на роль ведущего попробоваться. Чем черт не шутит? Внимание на экран. А давайте по одному. Тут сейчас не это. Я для кого это все говорю? Кто-нибудь хочет повезти? Жалко, конечно, что премьер-лига только 15 лет просуществовала. Вань, ты что, прям вообще все вещи постирал? Нет. Я вышел доказать, что я без комплексов. И без сострадания к людям. Это же нашумевший костюм Лолиты. Блин, страшно. А че страшно? Там Лолита где-то сейчас без костюма ходит. Вань, ты нам такой лиричный момент в финале испортил. Сан Саныч, вы нас простите, мы как бы нормальная команда. Да и вообще, мне кажется, у нас с вами много общего. Ко мне тоже до сих пор отец на работу ходит. А ко мне сегодня на игру тоже родители приехали. Мам, баб, выходите. Да ладно, Ванька, че мы сейчас попремся все? Нравится, занимайтесь, ребятишки. Вы че, меня стесняетесь? Да почему просто мы люди не публичные? Я в неглаженном, мать в слезах. Мам, ну ты-то че? Ох, мать, оно прямо на тебя бежит. Музыкальная фишка. Последний конкурс в финальной игре. Но мы как бы финалы КВН смотрели, там всегда че-то про Новый год. Странно, что в этом году в сентябре мы вон даже елку с медалями поставили. А почему медаль одна? Ну у меня сколько собака выиграла, столько и медалей. Странно, конечно, что за антураж мы отвечаем, а организаторы не позаботились. Леш, это не та лига. Бать, заткнись, в университете думай, что это та лига. Сейчас еще Егор всем по конфетке раздашь, чтобы как на Новый год было. Вот, Сан Саныч, вы тоже берите. Так а вы в жюри не пойдете с конфетами? Так а че, Сан Саныч, единственную шоколадную взял, че я в жюри с сосательными пойду? Ну я предупреждаю, мы сейчас тут прям выпивать будем. Прям здесь? Ну а че, лучше же в КВНе пить начать, чем где-то там за гаражами. А тут начнем пить под присмотром Александра Васильевича из-за оценки, поэтому давайте за Новый год. Слушай, а ты симпатичная. Леша, это Ваня. А, да? Тогда мне больше не наливать. Ну че, Ваня, запивай застольную. А че, я? Ты один из нас на бабушку похож. Да все, задолбали, я ухожу. Давай, иди. Че, ты жестко с ним. Ну а че, мы с Эрсом сейчас за людей на Первом канале особо не держимся? А кто из вас Алексей, капитан команды Такта? Че, ты аж протрезвел. А вы с какой целью интересуетесь? Хочу сделать из этого неуверенного мальчишки уверенного мужчину. Это я. Денис. Так, а ты че промолчал? Да сейчас он на дополнительных вопросах посыпется и вернется. Кстати, про посыпется. Но мы же шоу приготовили. Сейчас будет снег падать с потолка под красивую музыку. Поэтому смотрим, фотографируем. Да выключай музыку, наверное. Андрюх, надо было вытащить снежинки из пакета. Как ужасно, конечно, в этой семье за старшим братом одежду донашивать. А кто из вас Алексей, капитан команды Такта? Это я. Да вы че, зверели что ли? Девушка, она не Алексей. Потому что я Алексей, идем к нам. Денис. Ну там в финалах КВН, если стол на сцене стоит, надо ведущего обязательно пригласить. Александр Александрович, прошу, присаживайтесь. Вы не бойтесь, у нас стол не депозитный. Картинка сейчас, конечно, как будто кандидат депутата в детский дом приехал. Смешные ребята. А че, вы в Москве живете? Да. Красивый город, да? Да. А можно как-то посмешнее отвечать, а то мы сейчас проиграем? А вот Александр Васильевич 55 лет КВН в Кремле с командами праздновал. Так мы, может, на 15-летие премьер-лиги хоть в столовке посидим? Сан Саныч, вы не переживайте. Как только наступит неловкий момент, можете прям встать и уйти. Алина, у тебя так никогда мужика не будет. Yes. Кто из вас Дмитрий Нагиев? А вы-то с какой целью интересуетесь? Хочу сделать из уверенного мужчины неуверенного мальчишка. Понимаете, он сейчас... Это я. Дмитрий, ну я надеюсь, вы добро помните. Да, это Нагиев. Конец номера, я думаю, сейчас-то для снега уже точно все готово, поэтому сейчас посыпется под красивую музыку. Андрюх, ну уже лучше, но, наверное, нарезать еще надо было. Ну давайте тогда просто в финале обнимемся, как дружная команда. И я не урод. И ты не урод, Вань. Ну, не обнимайся с нами, пожалуйста. Под Новый год сбываются все мечты, а мы всегда мечтали уйти со сцены максимально пафосно и красиво, поэтому сейчас не ржите, мы репетировали минутка лирики. Так-то шоу должно продолжаться. Ну, наверное, нет смысла тянуть интригу, о чем наш знакомый сюжет. Навряд ли сейчас что-то про простоквашина развернется. В общем, все мы знаем историю про троянского коня, но никто никогда не видел человека, который его презентовал. И зачем нам пятиметровый деревянный конь? Ну я же говорил, что спросят. С кем разговариваешь? Да ни с кем. Ну что, пройдемте в город. Куда ты собрался? Я сейчас вставлю этот меч тебе в глотку, проверну, ты упадешь на этой площади, будешь истекать кровью, и вороны будут клевать твои глаза. Мужчина я до этого бады три года продавал, я не такие формулировки слышал. А че он такой огромный? Ну просто все деньги, выделенные на строительство коня, мы реально потратили на строительство коня. Да че, может пройдем в город и скрепим наши отношения с жертвоприношением? Иван, иди сюда. Ё-моё, вы сколько раз его в жертву приносили? Да мы уже не считаем, не принимают его боги. Ребят, ну вы чего, прикольный подарок? Это же огромный деревянный конь! Ну, женщин до изобретения айфонов, конечно, проще было подарком удивить, Мне кажется, внутри кто-то есть. Да нам тоже кажется, но врачи говорят, просто телосложение такое. А, вы не про него. Ну вот и отлично, давайте это все дело хорошенечко отметим. Да че у вас с масштабами-то, а? Согласен, могу сбегать, кто че пить будет. Махита. Да, Кири. Мужчина, я напомню, это вы в жизни стриптизеры, здесь вы воины, давайте по тексту. Ну так че, я тогда сбегаю за выпивкой? А выпивка уже здесь! А вы че все не в коне? Проспали. А где оружие? В коне. То есть мы дарим им наше оружие в красивом чехле. Получается так. С днем города! А выключи, выключи музыку, можно я тебя спрошу? То есть теоретически весь ваш разговор мог состояться и без коня? Ну теоретически мог и без коня, но это ж КВН, надо удивлять. Ну моя жена сильно удивилась, когда я шесть суток дома не появлялся, потому что троянского коня делал. Пошутите еще что-нибудь, мы старались. Мужчина, ну не мешайте нам, а то мы так максимальный балл не получим. Какой максимальный балл? Четыре балла. То есть даже не пять? Нет. То есть мы шесть дней делали пятиметрового коня для конкурса, где максимум четыре? Но мы же вам заплатили. Три тысячи рублей. На двоих. Если б ни одна бутылка водки, мы б вообще на эту сомнительную математику не подписались. Слушайте, нам так и три могут поставить. За это и три еще могут поставить. Кошмар, мы коня сделали без единого гвоздя. Так а зачем без единого? Это КВН, надо удивлять. Я Евровидение смотрел, там люди меньше на номера заморачивались. Там просто выиграл парень с пианино. Так он бисексуал. Так и я тебя сейчас лучше не назову. Вы вообще понимаете, когда последний раз делали пятиметрового троянского коня? Ну, видимо, вы намекаете на времена трои. Нет, придурок, никогда. Это миф. Это миф. Ты понимаешь, что, возможно, мы первые, кто сделали троянского коня? Ну, так продайте его. Куда? На Авито за пять тысяч? Ну, или в Заряде за пять миллионов. Я тебя сейчас втащу. Подождите, мы, если в конце игры 400 тысяч выиграем, мы вам, ну, доплатим. Не выиграйте. Почему? Потому что, мужчина, теперь к вам. Карту эту огромную банковскую вашу не выпилили в этот раз. Был, так сказать, отвлекающий фактор. Вы, если команда сегодня победит, вы ей ничего не дарите. А если проиграет, подарите знаете что? Коня. Пусть люди издалека видят, что они не смешные. Ну, вот мы и показали знакомый сюжет. Правда, непонятно, что тут больше знакомого. История про троянского коня или про обычного работягу, который к концу рабочего дня злой, как собака. Так-то спасибо. На прошлой игре у нас случился конфликт с человеком, который делает нам реквизит. То есть мы шесть дней делали пятиметрового коня для конкурса, где максимум четыре? В этот раз мы решили перестраховаться и заказали реквизит поменьше. Ну вот, в общем, стэм команды КВН-такта, но и в ковчег. Здравствуйте, вы кто? Мышка. Добро пожаловать на борт. А вы? Горностай. Проходите. Ну, в принципе, все, состав ковчега укомплектован. Ну все, желающих больше нет. Вообще-то есть. Вы не животное. Да ты погоди, я по Москве хожу, автомобильные номера фотографирую. Людям потом штрафы приходят. Кстати, Игорь. Добро пожаловать на борт, Игорь. В честной конкурентной борьбе нас покидает Горностай. Ну, на ковчеге сейчас мышка и Игорь. Странное, конечно, будущее ожидает эту планету. Я правильно понимаю, мы в Крым плывем. Нет, на святую землю. А я как сказал. Извините, в лодке курить можно? Да можно, тут же лошадей нет. Ааа, сейчас нет, сейчас нет. Слышь, выруби, приколист. Здорово, бесы. А вы че мне обещали? Что как-то используем вашего коня в полуфинале. Ну и? А мы шутку не придумали. Ну, целое ж лето было. А, в Москве не было. Ну, ты ж вот это сейчас стоишь как-то, придумываешь, креативишь. Ты ж не глупый пацан, я по глазам вижу. Вячеслав, ну, придумайте им че-нибудь. Вы ж все придумали, что Форт Бояр в 2019-м это нормально. Мужчина, вы вообще Библию читали? Этот конь на меня в столярке чуть не рухнул. Я Библию один раз смотрел. Ну, тогда вы должны знать, что коню нужна пара. Сам сказал, завозите Оксану. Да где он этим летом столько не горелой древесины нашел? Да, Саш. Вы че, деревянной лошади имя дали? Ты бы с ней столько времени провел, умник. И вообще рассматривайте это как акцию. Один плюс один в пивнухе подсмотрел. Вы че, еще и пьете? Ты че, меня еще осуждаешь? А это точно лошадь, а не конь? И смотри, собака какая, а точно лошадь. Вот смета, на нее материалов меньше ушло. Мужчина, а вам заняться нечем? У вас есть жена, дети? Дети, были бы дети, мне бы времени чутка свободного побольше. Но вы бы не делали этих двух коллег. А их не два. А сколько? Догадайся. Да вы шутите. Я похож на человека, который шутит. Спорим на пять тысяч. Давай, давай. А ты разруби. Блин, еще пять тысяч проиграл. Че у меня с азартом? Мужчина, уходите со сцены. По правилам на ней не должно быть больше трех человек. Плевать я хотел на ваши правила. Вы не люди, вы твари. Ну понятно, коней он тут делает. Так как дома он полку прибить не может. Оксана, иди домой. Оксана. Слышь, ну поняли и поняли. Че скалится? Оксан, смотри, это телевидение, да? Ну здесь матом ругаться нельзя, драться нельзя, руку до синяков сжимать нельзя. Нашел, то есть островок безопасности. Получается, нашел. Получается, нашел, да, нашел. Женщина, вы кто? Я кто? А я жена этого недоумка. Он мне детей настругал, а сам дома не появляется. Так у вас же нет детей. А он их из дерева настругал. Ночью встанешь водички попить. Они стоят в углу смотрят. Ну жутко же. Валера, мы разводимся. Стоять. Половина твоя. Какая нахрен половина, Валера? Оксана, че ты завелась? Давай их к себе заберем, а? Ну, в наших играх там используем. В каких наших играх, Валера, их в этой-то игре никто использовать не может? Валера, мы хотим купить у вас этих коней. О, если это кто-то из вас нарядился, я тебе глаза высосу, понял? А вы кто такие, мужики? А вы из фонда кино. Вот деньги. Только вам нужно будет еще кое-что сделать. Не вопрос, сделаем, че за фильм? В общем, это спортивная драма. Что-то типа движения вверх. Только про шахматы. Ну, шахматы, шахматы. То есть еще 30 таких фигур, да? Вы, наверное, бегите, мужики, я сейчас вам глаза высосу. И в конце хотелось бы сказать, что мы уверены, что получим за Стэм 4, потому что к нему имели отношение люди из фонда кино. Просто 4 — это средняя оценка на кинопоиске любого фильма, которому имеет отношение фонд кино. Так-то, спасибо. Жене я подарил на днюху латексную плеть. А, латексную плеть! Галя, латексную плеть! Тут, конечно, важное исполнение все-таки, да. Конца Дельбович? Последняя попытка. Всем трем? Ну, я думаю, что Наполеон Динамит может пропустить. Самый лучший секс заходил вчера, правда, не ко мне, слушал до утра. Алексей. По всей Москве наряженые елки, гирлянды новогодней кружева. И лишь одно немного отвлекает зеленая, зеленая трава. Я не знаю, стало ли легче членам жюри. Так как мнения в жюри ровно разделились, уходят так-то. Как-то логически не складывается, в общем. Так, хорошо. Александр Алексеевич. А вот и конфликт. Мы возвращаем так-то. Так-то. Мы возвращаем так-то. Понял, Егорыч? Будешь плохо шутить, сейчас так-то вернут. Пермь. Рокенькая. Здравствуй. Здравствуй. Пермь. От тебя меня прет. Вvidemment. Опа. Спасибо. АП Edit.